Новый год на нарах. Стрелка из Высокого, который убил полицейского, арестовали до 5 февраля. «Рождение звезд» – лучшие постановки от Белорусского музыкального театра. «Тень дракона», что принесет нам 2024 год. Подозреваемый в убийстве сотрудника полиции отправлен в СИЗО. Напомню, 6 декабря 47-летний житель села Высокое из охотничьего ружья открыл огонь по группе оперативников, прибывших в Рязань из Вологды. В результате стрельбы был смертельно ранен старший лейтенант полиции Максим Розанов. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники СОБР и ОМОН Управлений Росгвардии по Рязанской области. В ходе штурма спецназ скрутил стрелка и передал его сотрудникам полиции. 11 декабря 2023 года судом удовлетворено ходатайство следователя Следственного управления СК России по Рязанской области об избрании подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника полиции меры пресечения в виде заключения под стражу до 5 февраля 2024 года. Прогнозируемый доход бюджета региона за 2023 год 93 миллиарда рублей. Оценивается он как положительный. Впрочем, цифра эта наверняка не конечная. Об этом заявила Марина Наумова, министр финансов Рязанской области на прямой линии с Центром управления регионом. Прямая линия с региональным министром финансов началась с простой фразы. Бюджет это зеркало, в котором отражается жизнь региона. То есть, если захотеть, можно узнать, на что деньги тратились и как город жил. Здесь все прозрачно. Основная часть средств ушла на ремонт школ. На 21 учебное заведение потратили больше миллиарда. Плюс школы в Шацке и Тюшево, две школы искусств и несколько детских садов. Кроме того, дооснащен онкодиспансер, достраиваются 15 фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году, наверное, впервые за многие годы городу Рязани были выделены средства на ремонт контактной троллейбусной сети. Были выделены средства на обновление подвижного состава. 150 миллионов на 5 троллейбусов новых и 447 миллионов на приобретение автобусов большого класса. Большой объем дорожного фонда у нас в этом году почти 16 миллиардов. И в их составе тоже 1,3 миллиарда – это средства кредита на досрочное выполнение мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сегодня полным ходом идет ремонт в Нижнем городском парке и на Лыбецком бульваре. Работы продолжат и в следующем году. В казне на это уже 377 миллионов. Сам бюджет социально ориентирован. То есть расходы на образование, здравоохранение, политику, социальную культуру и спорт больше 60%. Сохранятся региональные меры поддержки семьи. В целом на реализацию национальных проектов заложено 11 миллиардов рублей. Новый проект формируется национальный на федеральном уровне. Это беспилотные летательные системы. И в следующем году нам впервые будут выделены субсидии на приобретение беспилотников в сфере лесных отношений. 21 миллион – новые позиции расходов. Ну, кроме того, конечно, вот национальные проекты, прежде всего, они дают возможность нам строить социально значимые объекты. В следующем году будет закончено строительство школы в городе Касимове. Завершено строительство по концессионному соглашению. Планируется завершение школы в Семчино. И, назову еще один очень знаковый для нас проект – это строительство школы для одаренных детей. Мы входим в пилотный проект флагманский. Сохранятся расходы на коммунальную сферу. Обновление техники, строительство западного коллектора, организация площадок ТБО – к приятной теме вырастут зарплаты бюджетникам почти на 10%. Правда, только у определенных категорий, попадающих под указ президента. Это учителя, врачи, младший и среднеобслуживающий персонал. К тем, кто в эти категории не попадает, зарплаты проиндексируют на уровне инфляции – 4,5%. МРОК тоже вырастет и в следующем году составит 19242 рубля. А вот зарплата муниципальных и госслужащих индексироваться не будет. Из федерального бюджета региону на 2024 год положено почти 10 миллиардов. Около третий из них уйдет на дороге. Фолк, рок, опера, звездные хиты 20 века, красочные костюмы плюс балет. 7 декабря на сцене Рязанского театра драмы лучшие спектакли играли артисты белорусского музыкального театра. О том, как это было, расскажет Марина Романюк. Трагическая история любви, основанная на легенде из цикла «Сказания о короле Артуре», открыла гастрольный тур белорусов, удивляя зрителей не только невероятной игрой актеров и блистательной адаптацией самого сюжета, но и смешением нескольких жанров. В Тристане и Изольде нашли отражение пьесы, мюзикл и балет. Проникновенные монологи и взаимодействие героев, чарующий вокал с живым инструментальным сопровождением настоящей рок-группы, традиционные кельтские танцы и воздушные па главных героев, впечатляющие декорации, среди которых был настоящий дракон, и великолепные искрящиеся костюмы. Все это погрузило зал в атмосферу волшебного, таинственного средневековья. Я вообще очень люблю этот спектакль, и моя героиня просто... Ну, я не могу сказать, что, конечно, с меня списано в такой истории я не находилась, но, мне кажется, те чувства, которые переживает моя героиня, буду говорить все-таки я, потому что на площадке живу я, вот, и эти чувства, я думаю, что переживает каждая девушка. Этот спектакль полюбился зрителям, поэтому мы часто его привозим несколько раз. В частности, в Тулу мы постоянно возим этот спектакль. Зрителям очень нравится, они специально просят, чтобы мы его привезли снова. Поэтому надеемся, что мы к вам тоже приедем снова с другими спектаклями. Но, может быть, если зрителю он полюбится, то мы привезем снова и для вас, Тристану и Изольду. Продолжились гастроли премьерой. Рязанским театралам удалось первыми увидеть постановку «Рождение звезд». Мне нравится такая музыка, я в основном ее только слушаю. Слушаю, пою, изучаю на разных языках – английский, итальянский, французский. То есть это вот моя тема. Рок, попса – это все. Мне здесь комфортно в такой музыке, скажем так. Всем знакомые хиты. На русском языке звучали иначе. Выстроенные в сюжетную линию обретали новое звучание. Я играю роль бывшей актрисы известной, которая потеряла все – семью и осталась одна. И она сумела быть полезной городу, в котором происходят действия. Она помогала молодым. И благодаря ей, я считаю, что наступил мир, любовь и процветание этого города. Мне очень нравятся подобранные произведения. Самый «Тайм», «Малады», известная, которая вот Фабиан гениально пела. «Тайм ту сей гудбай». В рамках гастролей рязанцы также увидели мюзиклы «Еврейское счастье» и «Игра любви». А также детский мюзикл «Золотой цыпленок». Наши белорусские коллеги выбрали комедии, причем, знаете, вот широкого спектра. От классики до современной. То есть это и «12 ночи», мы открываемся «12 ночи» с Шекспиром. Это и куни клинический случай «Минять недорогая». И это самая современная наша комедия. Никто не идеален. Естественно, мы не могли не повезти сказку. Мы повезли волшебник изумрудного города. Гастроли завершились, но, скорее всего, стали началом долгого, доброго сотрудничества двух театров. С нетерпением будем ждать возвращения белорусских актеров с новыми постановками в наш город. Чем ближе к Рождеству, тем больше памятных дат в церковном календаре. 10 декабря в 27-ую неделю по Пятидесятнице дата празднования в честь иконы Божьей Матери Знамения Корчемная. И это одна из немногих святынь Рязанской области. Икона Божьей Матери Знамения Корчемная. Пребывает она в обители Успенского собора. И 10 декабря в Богословский монастырь приходит множество паломников. Предание об этой иконе следующее, дескать. Жила в Рязани некая вдова, одержимая недугом пьянства. Всю домашнюю утварь она продала или обменяла на алкоголь. И остался только образ Пресвятой Богородицы Знамения. Его женщина отнесла в так называемую Красную Корчемницу. То есть на постоялый двор, где продают вино. Сам Корчемник вдову хоть и укорил, но образ взял. И поместил его в своей божнице. И спустя несколько дней вдова в Корчемницу вернулась. Говорила, что грех свой осознала, деньги принесла, образ выкупила. Наутро же икона из дома пропала и оказалась на своем новом месте в божнице. Прощение свое вдова вымаливала у Пресвятой Богородицы. И говорят, от пьянства исцелилось. Сегодня мы прославляем икону Божией Матери, Знамение Корчемное. Икону, которая стала причиной того, что некая вдова избавилась от своего порока, который лишал ее человеческого достоинства. Все мы, дорогие братья и сестры немощные, все мы больны духовно. У всех у нас есть свои грехи, пороки, которые низводят нас до положения тварей бессловесных. Будем молиться Божией Матери, будем молиться Господу, чтобы исцелиться. Дальше история образа весьма любопытна. Икону в народе прозвали явленной Корчемной. В самой Корчемнице она простояла до закрытия в 1850 году. В предании сказано, что много чудес и исцелений произошло по молитвам перед этой иконой. После ее перенесли в часовню при храме преподобного Семена Столпника в Рязани. Во время конфискации церковного имущества в 20-х годах прошлого века некий юноша вспомнил, как молился перед ней и спас святыню, отдав за него драгоценные камни. Образ этот хранился у него дома. После он попал в руки служанки другой семьи от нее к известному на тот момент в Рязани зубному врачу Софии Злобиной. И только во второй половине 20-го века архимандрит Авель сумел просьбами и молитвами вернуть эту святыню в храм. До нового года осталось 20 дней. 2024 наступающий в восточном календаре обозначен как год зеленого деревянного дракона. И хотя год будет високосным, что принято считать трудным, по прогнозам он станет очень даже благоприятным. Зеленый деревянный дракон символизирует власть, силу, энергию, трансформации и прогресс. Его стихия дерева олицетворяет рост и развитие, а зеленый цвет означает гармонию и новую жизнь. Число года 8 означает практичность и материальное богатство. Год зеленого дракона даст возможность для прорыва, развития и перемен. Мир ожидает быстрый интенсивный рост, который будет включать как духовное, так и экономическое развитие. Последний такой год это был 1964. И 1964 год он вообще как бы отмечен многими достижениями для России в том числе. И как бы это год всегда развития. Год многих, скажем так, достижений каких-то ярких. Но тут можно ставить цели, никому о них не говорить и молча достигать. В китайской культуре дракон считается священным существом, которое может приносить удачу и процветание. Люди, родившиеся в год дракона, считаются самыми удачливыми и талантливыми. Они обычно имеют сильный характер, энергичный, решительный и амбициозный. Они также считаются интуитивными и мудрыми. Из всех 12 знаков календаря китайского, это единственный такой вот как бы зверь, который объединяет и воздух, и воду, и земную твердь, и огонь. Потому что ничто как бы из стихий не противоречит дракону, а наоборот со всеми стихиями он дружит. И плюс еще он очень добрый и как бы он всегда готов помогать. Потому что, по легенде, дракон, когда Будда собрал всех зверей, дракон шел и увидел, что в одной деревне засуха. Он устроил там дождь. В следующей деревне был потоп. Наоборот, он собрал всю воду и направил воду реки в другую сторону. Как у любого представителя восточного календаря, у дракона есть свои предпочтения. А у астрологов рекомендации, как его встречать. На новогоднем столе обязательно должна быть рыба и морепродукты. Потому что дракон их очень любит. Цвета этого года – это как бы все золотистые, серебристые, все оттенки зеленого. И плюс еще принты, которые связаны с чешуей, с каким-нибудь таким рисунком интересным. То есть, вот все, что связано с кожей ящерицы, питона, вот такого плана. Восточный календарь отличается от привычного нам. Потому дракон вступит в свои права не 1 января, а лишь 10 февраля 2024 года. Но готовиться к его встрече уже можно. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв. И в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова